МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги тренировки по гражданской обороне в нашем городе. Какой вид страхования? Судьба полиса ОСАГО. Так все-таки старый или новый? Хотел бы сказать славу и благодарности всему отделу за слаженную и напряженную работу. Полицейские Десногорска подытожили свою работу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В Смоленске снова задержан торговец черной смертью. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленские аграрии получили награды высшей пробы на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016». Свои достижения там продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. Представители Смоленщины награждены шестью золотыми и одной серебряной медалью, а также дипломами выставки. Специалисты Россельхознадзора запретили транзит живых лошадей из Республики Беларусь по территории России. Как выяснили ветинспекторы, животных везли на убой в Казахстан. Согласно сопроводительным документам, лошади прошли клинический осмотр еще 25 августа, а где находились животные в течение следующего месяца осталось неизвестным. Всероссийская штабная тренировка по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях крупномасштабной ЧАЭС» успешно завершена. Как справились с поставленными задачами в нашем городе, расскажем в следующем сюжете. В тренировке на территории нашего муниципального образования приняли участие спасательные службы гражданской обороны, организации, отнесенные к категории по ГО, а также учреждения и организации города. В выполнении практических мероприятий были задействованы звено радиационной разведки, лаборатория радиационного внешнего контроля, звено по обслуживанию защитного сооружения. По выполнению эвакомероприятий был развернут сборно-эвакуационный пункт. Все поставленные задачи перед участниками были выполнены в срок и в полном объеме. Итоги штабной тренировки подвел глава Десногорска начальник гражданской обороны города Вячеслав Седунков. Результаты работы всей системы гражданской обороны города Десногорска говорят о том, что, во-первых, мы готовы, а во-вторых, заслужили высокой положительной оценки со стороны региональных властей. Мы не только на достойном уровне находимся, но и во многом служим примером и ориентиром Смоленской области для других аналогичных подразделений в районах нашей большой области. Своим распоряжением Вячеслав Владимирович объявил благодарность всем руководителям служб, учреждений и организаций Десногорска за чёткое выполнение функциональных обязанностей по гражданской обороне. На Смоленщине увековечили память 58 земляков, получивших звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. В год 70-летия Победы на всей территории страны началась масштабная программа установки памятных досок на школах, где учились будущие герои. Всего в Смоленской области 212 героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы войны. В Духовщинском районе обезвредили 165 взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны. Недалеко от деревни Лилейково нашли целый склад. Сапёры уничтожили два артиллерийских снаряда, 111 миномётных мин и 52 ручные гранаты. Переходный период по замене бланков полисов ОСАГО завершился. И с 1 октября страховые компании могут продавать полисы только на бланках нового образца. Так надо ли менять старые и что делать тем водителям, кто ещё не успел получить новый полис, выясняла наш корреспондент. Подробности далее. Новый бланк полиса отличается не только цветом, теперь он розовый, но и высоким способом печати, водяными знаками, металлизированной нитью. Всё это сделано для того, чтобы побороть вал подделок, заполонивших рынок страхования. Сейчас на руках у российских водителей более миллиона фальшивых полисов. Многие сами их покупали, чтобы сэкономить. Честный полис сейчас стоит в среднем по России 6 тысяч рублей. Штраф за его отсутствие – 800. Российский союз автостраховщиков совместно с Госзнаком заверяет, что обеспечил страховые компании достаточным количеством бланков полисов нового образца, чтобы с 1 октября договоры ОСАГО заключались только на них. Это значит, что от попыток продать вам полис зелёного цвета отказывайтесь наотрез. Никакие отговорки не принимаются. Старые бланки перестали печатать ещё летом. Страховщики обязаны их уничтожить, если такие остались у кого-то в запасах. Однако всё это не означает, что нужно прямо сейчас бежать менять старый полис, договор которого ещё в действии. У кого ещё зелёный полис, вы их штрафуете или они продолжают так же эти полисы действовать? Нет, данные полисы действуют так же, как и новые розовые, так же и зелёные. Инспектора ДПС не штрафуют они что одни, что другие, независимо от цвета полиса. С 1 января будущего года все страховые компании будут обязаны продавать электронные полисы. Здесь уже никакой бланк не нужен. Инспектор будет проверять страховку по номеру. У сотрудников ГИБДД будет доступ к базам данных. За минувшие выходные сотрудники ГИБДД по области выявили 1068 нарушений правил дорожного движения. Задержали 30 пьяных водителей и 5 автомобилистов, отказавшихся от метасвидетельствования. 10 октября около 7 часов утра на 368-м километре трассы Московорословль 47-летний водитель Нивы сбил пешехода. 30-летний мужчина шёл вне населённого пункта по проезжей части. Пешеход с телесными повреждениями доставлен в Рослальскую ЦРБ. В Десногорском отделении полиции прошло совещание, на котором были подведены итоги работы за 9 месяцев этого года. О результатах вы узнаете из нашего сюжета. 12 октября в Десногорском ОМВД прошло отчётное совещание, на котором полицейские докладывали о результатах работы за прошедшие месяцы года. На собрании присутствовали заместитель начальника ОМВД по Смоленской области Андрей Романов и глава нашего муниципального образования Вячеслав Сидунков. Отчёт зачитал заместитель начальника Десногорского отделения Юрий Жуков. В нём были отмечены результаты по оперативно-служебной деятельности всех отделений полиции. Областной руководитель отметил сильные стороны работы отделения и высказал обеспокоенность некоторыми направлениями. Рост так называемой пьяной преступности. Она у нас с 47-62 подросла. Ранее судимые у нас уже активизировались. Вячеслав Сидунков отметил рост мошенничества по сотовым телефонам и интернету. Сейчас этот шквал у нас снизился. У нас день мы регистрировали до пяти таких преступлений. А сейчас уже в день, через два, через три дня. Тем не менее, всё равно люди наши попадают под эти мошеннические действия. Всё равно преступники. Но работу давным правильным делом. В целом, глава отметил хорошую работу отдела. Конечно, хотел бы высказать славу благодарности всему отделу за слаженную и напряжённую работу. Потому что действительно был сезон напряжённый. Но показатели, которые есть. Понятно, есть направления для устранения недостатков. Но есть, я смотрю, достаточно много направлений, где у нас очень неплохие результаты. Спасибо большое за работу. Очередное рабочее совещание направлено на то, чтобы определить приоритетные направления отдела до конца года. На улице похолодало. Скоро ночные температуры воздуха опустятся ниже нуля градусов. Практика показывает, что с наступлением холодов и особенно после первого снега, на дорогах резко увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию движения и скоростной режим согласно условиям дорожного покрытия. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны. Сотрудники госнаркоконтроля постоянно проводят мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота запрещенных веществ. Но, к сожалению, преступлений этой направленности меньше не становится. Так, в Смоленске задержан еще один торговец черной смертью. Подробности смотрите в нашем сюжете. Прямо на улице был остановлен молодой человек, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом. Содержимое свертков было направлено на исследование. Результаты проведенной экспертизы показали, что это героин. Общий объем изъятого составил более 150 грамм. При этом основная масса была упакована в обертки из-под конфет. Такие конфеты преступник раскладывал во дворах с целью последующего сбыта. После получения денег он сообщал покупателям точное место, где был спрятан наркотик. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Обвиняемому избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. И в заключение о спорте. Четверо спортсменов из Смоленского центра детского и юношеского туризма и экскурсий приняли участие в первом этапе Кубка атмосферы. Соревнования проходили в Москве. Смолянка Анастасия Юшкевич взяла золото по скалолазанию. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. До свидания.